Какой же выбрать инвертор для холодильника? Первым делом мы с вами сейчас включим свет. Нет света, лампочки не горят. Сейчас мы будем с вами запускать всю эту систему автономного электричества. Первым делом нужно выключить автомат, который стоит на входе в дом или квартиру. Это очень важно. Отключили автомат и сейчас будем подключать нашу систему к работе. Первым делом вам нужно будет спаять вот такой вот кабель с толстым сечением провода. Вилка-вилка называется. То есть для полноценной работы нашей системы нам понадобится провод, значит сделанный собственноручно. Вилка-вилка. То есть на двух концах это провода две вилки турецкие. И помню мы в школе учили, значит когда есть витки в нем будет образовываться дополнительное электричество. И токи фуко будут помогать нашей системе работать лучше. Поэтому он у меня в скрученном состоянии. Сечение провода толстое для надежности. Также вам понадобится индикатор, который будет показывать мощность каждого потребителя и системы в целом. Также вам понадобится зарядное устройство, заряжать аккумуляторы. Также вам понадобится инвертор. И также вам понадобится один автомобильный аккумулятор. Или же два, как у меня, вы видите. Но об этом чуть попозже. Поэтому сейчас мы будем подключать нашу систему в действии. Все в прямом эфире, в живом действии. Значит, я человек с планеты Земля. Поэтому буду вам это все показывать. Значит, одеваем сюда провод. Красный идет на плюс. И закручиваем барашку. И открываем, одеваем сюда, значит, черный провод. Тут шайбочка есть. Там где-то шайбочка выпала по дороге. Черный одеваем на минус. Одели. Вот. Это можно собрать в виде стенда. А можно просто так вот, чтобы оно лежало, как у меня. Эти барашки чуть поджимаем. Значит, два аккумулятора у меня соединено параллельно. Для большей емкости. Значит, емкость первого аккумулятора 60 Ач, а второго 70 Ач. Они друг друга дополняют и не садят. Значит, одеваем красный крокодил на выход из аккумулятора на плюс. А черный крокодил одеваем на минус. На выход. О, видите, искра была. Очень аккуратно нужно работать. Вот. Одели. То есть, мы подключили 12 В сейчас на вход инвертора. Давайте мы включим инвертор и посмотрим, что будет. Как вы видите, инвертор показывает 12,7 В. Это напряжение, которое сейчас выдаёт два аккумулятора. Выключаем инвертор. Берём наш кабель. Вилка-вилка. Один конец мы вставляем в инвертор. При выключенном инверторе, конечно же, вставили. Второй кабель. Значит, мы надеваем на индикатор мощности, чтобы узнать, какая мощность в системе. И вставляем его в розетку. Розетка вот в стене. Вот. И вставляем, значит, сюда в розетку. Наша система готова к работе. Значит, включаем теперь сам инвертор. Засветился индикатор. Включили инвертор. Напряжение упало на 0,1 В. Сам инвертор также берёт около 3 В. И напряжение в системе, мощность в системе показывает 14 В. Это у меня стоят гаджеты на зарядку. Также я сейчас подключу видеокамеру, так как работаю от аккумулятора. Сейчас попробуем включить свет. Вот. Включился свет. И смотрите. Всё. Свет в нашем доме есть. Дальше будем работать. Инверторы для холодильника бывают разные. Они бывают красные. Они бывают чёрные. Они бывают серые. Так какой же выбрать инвертор для холодильника? Значит, давайте переходить от простого к сложному. Сначала мы подключим с вами электроинструменты. И посмотрим, а как же они будут работать и как они будут садить наши аккумуляторы. А потом попробуем запустить холодильник. Смотрите, я подключил электролобзик в обычную розетку. То есть в розетке у нас 220 В. И сейчас мы посмотрим, как он работает. То есть мы видим, что электролобзиком мы можем работать. Но какое будет падение напряжения при максимальных оборотах электролобзика? Давайте мы сейчас с вами посмотрим. Как вы видите, сейчас напряжение 12,5 В. Насколько оно упадёт при работе электролобзика на максимальных оборотах? Включаем, значит, электролобзик. Как вы видели, напряжение упало практически до 11,5 В. Какие мы сможем из этого сделать выводы? Давайте попробуем запустить болгарку. Болгарка мощностью 1200 Вт. Кратовременно мы увидели, что она работает. Давайте посмотрим, какое будет падение напряжения при включении болгарки на максимальные обороты. Сейчас 12,6 В. Так, чтобы вам и болгарку было видно. Запускаем болгарку. Как вы видите, болгаркой мы также смогли работать, но напряжение упало до 11,5 В на максимальных оборотах. То есть это говорит о том, что электроинструменты неплохо садят два аккумулятора. Но работать при этом можно. Давайте же запустим с вами теперь дрель. Будет ли работать ли дрель? Как вы видите, дрель работает. Какое будет падение напряжения при максимальных оборотах дрели? Как вы видите, при работе электроинструментами, такими как дрель, болгарка и электролобзик, падение напряжения составляет на инверторе 1 В. Напряжение падает до 11,5 В. При этом оно возвращается. И аккумуляторы при этом садят кратковременно. Кислотные аккумуляторы садить меньше 11 В не разрешается. Так как они глубокого разряда не любят. И потом они быстро сломаются. Поэтому вывод можно сделать такой. Что на инверторе и кислотных аккумуляторах работать электроинструментами можно. Но на подхвате вы планируете работу, зная, что будут отключать свет. И, например, если вам надо долбать стену молотком, вы долбаете, когда нет света. А работаете электроинструментами, когда есть свет. Но если, к примеру, у вас застряло сверло, как у меня в плитке, и вы его не можете вытащить, но нужно. Вы можете воспользоваться данной системой, инвертором и вытащить электросверло из плитки. При этом вы не посадите аккумуляторы, и ваша система будет работать полноценно. Но нужно учитывать планировку работ и время отключения света. Для работы холодильника нужно определиться, каким должен быть инвертор. Инвертор должен быть с прямоугольной синусоидой, как, например, вот этот вот, 2000 Вт. Или же он должен быть с чистой синусоидой, 1000 Вт. Давайте мы сейчас попробуем включить холодильник и посмотрим, какое будет падение напряжения при включении холодильника. Вот на том индикаторе, чтобы понять, какой нам нужен инвертор мощности с правильной синусоидой, чтобы работал холодильник. Сейчас мощность в системе потребления 27 Вт. У меня работают две зарядки и питание видеокамеры. В отсутствие света я могу работать. Сейчас я включу холодильник, и вы посмотрите, какое будет увеличение мощности при включении холодильника. Как вы видите, сработала защита на инверторе. Инверторы также бывают с этой защитой, а бывают без защиты. Если на инверторе нет защиты, и вы включите, к примеру, в него холодильник, он может попросту сгореть. А как это определить? Это зависит от цены. Чем он дороже, тем в нем есть защита. И в технических характеристиках об этом указано. Если он дешевле, в нем может не быть защиты. Давайте еще раз попробуем отключить все гаджеты и включить холодильник. Заработает ли холодильник. Так как сейчас включен свет, я отключу свет, отключу зарядку видеокамеры и отключу, пойду два гаджета. Сейчас мощность в системе 3 ватта. Это работает сам инвертор. Давайте попробуем еще раз включить холодильник. Как вы видите, холодильник не включился. Давайте попробуем включить холодильник мощностью инвертора 2000 ватт с прямоугольной синусоидой. Будет ли работать наш холодильник? Давайте попробуем. И посмотрим, какое будет напряжение, мощность в системе. Так, инвертор заработал. А заработает ли холодильник? Давайте включим холодильник. О чудо! С прямоугольной синусоидой холодильник заработал. 482 ватта потребления холодильника. Ребята, о чудо! Холодильник работает на прямоугольной синусоиде. Вы слышите, как гудит его мотор? О чудо! Холодильник заработал на прямоугольной синусоиде. Мощность, которую потребляет холодильник в рабочем режиме 100 ватт. На пятерочке. Если поставить на троечку. На троечке 94 ватта. Это нам показывает мощность рабочую. А пусковая мощность была 500 ватт. То есть, смотрите, какие дела. Холодильник работает на этом инверторе. Который можно у меня забрать по ссылке под видео. Я его специально покупал для тестирования. Моя задача как бы не бизнес. А просто тестирование этих инструментов. Значит, приборов. Я его протестировал. Вам показал. И, в принципе, возвращаю обратно его туда. Вы можете его забрать. И вы увидели, что на нем работает холодильник. При этом мощность 88 ватт. Давайте посмотрим теперь, какое напряжение на аккумуляторах. О чудо! Напряжение на аккумуляторах 12,4 вольта. Упало всего лишь, в отличие от электроинструментов, на 0,1 вольта. При этом мощность 87 ватт работы холодильника. То есть, в принципе, холодильник работает. И работает нормально. Напряжение на другом аккумуляторе также 12,4 вольта. Так как они соединены параллельно, напряжение в них одинаковое. И я теперь задумался, что можно же пользоваться холодильником с таким вот, значит, мощностью. И будет все в порядке. Давайте теперь с вами подключим другой инвертор. Ультрасовременный. Раз, тут у него розетка находится сверху. Он у нас мощностью 1500 ватт. Давайте мы теперь посмотрим, будет ли работать холодильник. У него есть дисплей. 12,6 вольт показывают аккумуляторы. Вот. И он у нас заработал. Давайте теперь включим холодильник еще раз. Напряжение 12,6 вольт. И сейчас я пойду включать холодильник. Упадет ли на нем напряжение. Лампочка засветилась в холодильнике, но он еще пока не включился. Не может включиться. Под инвертора 1,5 кВт холодильник включиться не может. По этому инвертору акция. На нем вы сможете запитать свет в доме, работу электроинструментов, зарядку гаджетов, планшетов, телевизор будет работать, Wi-Fi, интернет. Но здесь вот не подключены вот эти вот два разъема, значит, USB. Значит, платка-то есть, но просто они не подпаяны. Кто разбирается в схемотехнике, значит, по акционной, значит, по акции его можно, значит, по ссылке забрать под видео. Хороший инвертор, полностью рабочий, но холодильник на нем работать не будет. И нужно будет вот подпаять два вот этих контакта USB. Все остальное работает. Есть индикация, зарядка, вот это вот гнездо, куда можно сунуть свой палец. Вот, это для подключения прикуривателя в автомобиле. Насчет пальца я пошутил. А давайте попробуем проверить, будет ли тернуть холодильник, значит, от нового инвертора. Полторы тысячи ватт, другой модификации, он более качественный. Давайте с вами попробуем. Подключаем выход и включаем его. Мороза заработал. Холодильник заработал. 450 ватт. Холодильник включился. Не требует, значит, мороза и выключился до 14 ватт. Давайте сейчас еще раз его попробуем включить. Включили, и он не включается. Как вы видите, инверторы мощностью полтора киловатта. Холодильник на грани. То есть, может включиться, но не потянуть. Поэтому минимум надо брать 2, а то и 3 киловатта. И желательно, конечно, брать с чистой синусоидой. Но, как вы увидели, у меня холодильник работал на 2 киловатт с прямоугольной синусоидой. Вот, тут уже нужно делать выводы на свой карман. Если вы захотели купить инвертор, вы должны понимать, что стоимость инвертора с чистой синусоидой 3 киловатта будет колебаться от 3000 гривен. Эта цена не маленькая, так как инвертор работать без аккумулятора не сможет. А в системе нужно, чтобы было как минимум 2 аккумулятора, так как нагрузки мощные. Два аккумулятора, каждый аккумулятор по 3,5 тысячи. Это 7 тысяч, плюс инвертор 3 тысячи. Это уже 10 тысяч. Плюс зарядное устройство тысяча, 11 тысяч. Плюс индикатор мощности, к примеру, тысяча. Ну, там, я не учитываю мелкие затраты, такие как мультиметр, провода, значит, туда-сюда поездка с почты на почту. Это тоже затраты и время. Это тоже стоит денег. То есть, общая стоимость этой станции будет вам стоить минимум 12 тысяч. И стоит задуматься, целесообразно ли это, если у вас деньги купить это все и каждый раз подключать. Нужно ли вам это? И позволяет ли ваш бюджет? Поэтому сейчас я вам расскажу об альтернативном методе, как включить холодильник, если у вас бюджет не позволяет, значит, купить такой инвертор за 3-4 тысячи, аккумулятор и всю эту систему подключать. Холодильник у меня зануси. И смотрите, какой выход я вам предлагаю. Значит, в морозилке лежит 3-4 бутылки, замороженные полностью со льдом. Вы достаете одну бутылку и ложите ее сюда вот, на такое вот блюдце типа селедошницы, сюда утром. И она здесь лежит. Вот я утром положил, как вы видите, без инвертора лед не растаял. Света не было. Вот, и получается, что не растаял у меня холодильник. Причем в камере холодно, не только в морозилке, но и в самой камере. Полтора литровую бутылку сюда занимает времени 5-7 секунд положить. И холод тут держится сутки, так как холодильник герметичен и не позволяет размёрзнуться этой бутылке, поддерживая температуру в холодильнике. И всего лишь вот эта одна полтора литровая бутылка вам экономит 12 тысяч гривен. Вы только задумайтесь, стоит ли тратить деньги на инвертор 3000 гривен и жить в удобстве с затратами на подключение и отключение. Это же тоже время. Или же можно положить раз или два раза в сутки вот такую одну полтора литровую бутылку в камеру. При этом я ставлю вот здесь на пятерочку, вместо троечки ставлю на пятерочку. И ваша колбаса, значит, ваша колбаса, она никогда не пропадет и борщ вас не скиснет. Для чего я ставлю тут на максимум? Для того, чтобы как бы холодильник набрал холода и эта бутылка все время поддерживала. Вот такой вот метод очень хорошо помогает избавиться от затраты лишних средств. Вот. И ваши продукты, вот, ваши яйца, они никогда, значит, ваши яйца, они никогда не скиснут. Они не будут все время в активном состоянии. Так что, пацаны, вот, храните ваши качанчики как следует. И ваша жена, значит, будет довольна вот всеми этими продуктами. Также у меня есть вот такой вот инвертор с прямоугольной синусоидой 2000 ватт. Как вы видите, на нем нарисованы гаджеты, которыми вы сможете пользоваться. Но не нарисован холодильник. А давайте мы попробуем к этому, значит, инвертору 2000 ватт подключить к холодильнику. Будет ли он у нас с вами работать? Проверим сначала, что он рабочий. Работает, включился. Теперь включаем в розетку. Пикнул. Зарядка видеокамеры и гаджета. 19 ватт. Включаем холодильник. Как вы видите, бросилась мощность, сработала защита. Прошла пиковая нагрузка. Показывает 474 ватта. Холодильник заработал. Ну, почему-то он не гудит. Он просто показал нам мощность пиковую и включить холодильник не смог. Но при этом защита сработала на грани своей возможности. Попыталась включить холодильник, но не включила. То есть, например, тот красный 2000 ватт включает холодильник, а этот уже не включает. О чем это говорит? О том, что вот эта вот мощность, которая написана здесь, не всегда соответствует качеству. И вы, ребята, когда мне звоните, вы у меня спрашиваете. Вот почему, мол, он там, тот 2000 ватт стоит дороже, чем этот 2000 ватт. Потому что тот запустит холодильник, а этот не запустит. Поэтому и цена разная. Так как производитель закладывает в него разную стоимость элементов. Поэтому в одном случае он работает, в другом нет. Давайте еще раз попробуем запустить холодильник. Свет в холодильнике зажегся 20 ватт. То есть, запускает только, значит, лампочку в холодильнике. Сам холодильник запустить он не может. Возникает вопрос. Если вы разобрались с холодильником, стоит ли переплачивать деньги и покупать дорогостоящие инверторы и аккумуляторы? Или же можно обойтись вот таком недорогим прямоугольным инвертором мощностью 600 ватт с прямоугольной синусоидой. Включить его в дом и не знать в себе никаких проблем. 600 ватт. Вот нагрузку. Вот он показывает 11 ватт, 10 ватт потребления в сети. Вы видите, индикатор мощности мигает. Это все исправно. Просто он мигает прямоугольной синусоидой. То есть, ток, поскольку идет с прямоугольной синусоидой, и индикатор мигает. Все исправно. И индикатор исправен, и исправен сам, значит, этот прибор. Но поскольку прямоугольная синусоида, оно не наносит вреда вашим изделиям. К примеру, циркуляционный насос будет работать, но он будет чуть-чуть гудеть. Лампочки будут светиться. Но когда будет садиться аккумулятор, лампочки могут начать мигать. Это, в принципе, нормально. Как вы видите, с прямоугольной синусоидой мигает также и лампочка. Как вы видите, светодиодные лампочки моргают от такого инвертора. Вот вам и инвертор с прямоугольной синусоидой. Что можно получить? Выключаем данный инвертор. И что я вам могу сказать? Значит, он рабочий, все в порядке. Но не можно использоваться для мелких целей. Например, можно подзарядить мобильные телефоны, планшеты. Разнообразные мелкие гаджеты. То есть, нужно понимать, что меньшая мощность, меньшая цена говорит о том, что можно воспользоваться в более-менее меньшем узком круге зарядки различных устройств. При этом, даже лампочки могут мигать, как вы сами это увидели. Честный обзор. Давайте теперь посмотрим, как будет работать Lian 500 Вт. Вот такой вот инвертор. Запускаем его. Кулер работает тихо. Подключим сейчас сюда его в сеть. Значит, включился в сеть. Мощность сети показывает 20 Вт. Давайте попробуем включить свет. Включили свет. Как вы видите, на этом инверторе, да, можно включать свет. Он не будет у вас моргать. Не так, как на том. Вот. И индикация идет нормально. То есть, этот стоит тоже, так сказать, надо поменять. Слушай, этот же стоит дешевле, лучше, чем тот. Вот. Значит, поменяем на нем цены. Этот работает лучше. То есть, смотрите теперь, какая ситуация. С помощью этого инвертора можно запитать свет, заряжать гаджеты, пользоваться циркуляционным насосом. Вот. Но при этом циркуляционный насос будет чуть-чуть гудеть. Вот. И у вас не будет никаких проблем. Вы затратите меньше денег. При этом холодильник у вас будет работать в автономном режиме, как я вам показал. И будет работать Wi-Fi, интернет, заряжаться планшеты, телефоны. Также у вас будет работать ноутбук. Вот. Вот смотрите, как можно выйти из ситуации. С одним даже аккумулятором. Так что думайте и решайте, что вам нужно. Какой вам нужен инвертор. Также вот есть такой маленький инвертор 500 Ватт. Давайте включим его. Работает. Давайте включим его в сеть. Посмотрим, будет ли с помощью него работать свет. Работает свет, не моргает. Мощность показывает на индикаторе 25 Ватт. Вот. То есть, с помощью него также может работать свет и все остальные гаджеты. Как вы видите, вот так вот можно недорогим инвертором очень современно жить. Я вам также хочу рассказать о психологической составляющей и психологической травме, которая может быть нанесена человеку в отсутствии света. То есть, человек там сам того не задумывается, каждый раз при отключении света переживает. Так вот, что я вам хочу сказать. Небольшое вложение вот в эту вот систему избавит вас от психологического стресса. Включили-выключили свет, включили-выключили. Вы нервничаете, не нервничаете, нервничаете, не нервничаете. Старый человек, больной или ребенок может споткнуться от какой-то косяк. Понимаете, вам обязательно нужно иметь вот такое вот устройство, чтобы вы не переживали. И ваша семья все время была довольна. Потому что, когда вы светите фонариками, вот, это своего рода, я уже пробовал светить фонариками, толку никакого. Но у вас происходит имитация дневного освещения, имитация света в комнате, когда есть электричество. То есть, у вас будет гореть лампочка на потолке. Вы понимаете, вы будете ходить по комнате полностью, вот, с таким вот светом, полностью, будто бы у вас есть свет. Вам, вы сможете делать все дела, вести свой бизнес. Вы сможете работать на ноутбуке, пользоваться интернетом, смотреть телевизор, включать Wi-Fi. Вот, ну, то есть, полностью звонить по вайберу, по видеосвязи. Вы сможете полностью жить нормальной жизнью. И самое главное, у вас не будет морального упадка души и психологического состояния, как бы, личности. Из-за вот этих вот, с отключением, включением света. Поэтому, если ваш карман не позволяет, ну, такую большую сумму, там, 12 тысяч гривен отдать за вот эти вот все устройства, вы можете всего лишь купить небольшой вот такой вот инвертор, 1300 гривен, к примеру, он стоит, да, ну, в интернет-магазинах. И один небольшой вот аккумулятор, 1000 за 3. И все, это все, что вам надо. Вы потратите 4000, к примеру, и ваша семья будет довольна. Небольшая сумма. При этом, вам, конечно, придется пользоваться холодильником, так как я вам рассказал. И вы не сможете, конечно, пользоваться феном, там, и какими-то, там, может быть, электроинструментами. Но, когда будет свет, вы сможете ними воспользоваться. Это очень приличное решение. Значит, самый лучший инвертор, на мой взгляд, из вышепоказанных, если с холодильником бороться так, как я сказал, такими методами, вот этот вот инвертор с чистой синусоидой 1000 Вт. Самый лучший, на мой взгляд, имеет интеллектуальный кулер, когда нагрузка мощная, он тихо работает, почти не жужжит. Вот это очень радует ухо. Вот, и при этом, все будет работать отлично. Кому надо, я его могу отправить. Вот, и будет работать также котел и циркуляционный насос зимой. И сейчас я вам покажу, как принять душ с горячей водой. Включаем. Значит, как у меня работает душ. Циркуляционный насос будет заталкивать воду в бойлер холодную. А там стоит бочка. Объемом бочки можно регулировать, сколько воды поступит в бойлер. То есть, если бойлер, к примеру, 50 литров, то и бочка должна быть 50 литров. Бочка также может стоять внизу. Вот. Реле, которое включает насос при открытии экрана, циркуляционный насос, выполняет свою роль. А насос может толкать воду, если бочка будет даже стоять внизу. Поэтому, смотрите, сейчас нету света, да? Включаем свет. Это у нас душ. Включаем холодную воду. Релес работал, а напор есть. Включаем горячую воду. Переключаем наверх. И у нас бежит душ с горячей водой. Насос циркуляционный на инверторе. Толкает ту воду, нагретую, которая была в бойлере. И таким образом вы сможете помыться, когда у вас нет света, холодной и горячей водой. Но для этого вам, конечно, нужно поставить запасную в квартире, в доме, вот такую вот бочку, которая, значит, будет выполнять, значит, свою вот такую вот функцию. Мыть. Мыться, когда нет света. И также эта бочка, она даст возможность вам пользоваться, значит, водой. И также эта бочка с водой поможет вам сходить в туалет и набрать воды в ваш бочок. И вы сходите спокойно и спустите. У вас всегда будет вода. Ну, сейчас я насос выключил, поэтому вода просто капает по чуть-чуть с бочки. Не раздражает ухо. Но если насос включить, к примеру, да, вот смотрите. Я включил насос и вода побежала. Сейчас вода бежит в бочок на инверторе. То есть света сейчас нет. Вот видите. Но он у меня есть на инверторе. И вы всегда сможете, вот чуть-чуть набралось все до уровня, который я установил. Вы всегда сможете пользоваться водой как в бочке в канализации, так и в кране. То есть в кране у вас всегда будет вода. Вот, пока она не кончится в бочке. Объем бочки можно регулировать. Лучше поставить вообще на 100 литров. Также хочу остановиться на литий-ионных аккумуляторах. Многие могут сказать. Вот, куплю литий-ионный аккумулятор и буду разряжать его в ноль и пользоваться всем, чем мне надо. Но в чем заключается проблема? В отличие от вот этих кислотных автомобильных аккумуляторов, литий-ионные аккумуляторы можно разряжать в ноль. Но в чем заключается проблема? Если он разряжался 8 часов, то и заряжать его надо будет 8 часов. Поэтому садить вы его до бесконечности не сможете, так как нужно успеть его зарядить до следующего отключения света. А если его отключат через час-два, вы его не зарядите, а потом второй раз его не зарядите, он всё время у вас будет на нуле. Как вы будете ним пользоваться? Поэтому нужно выбирать золотую середину между своими финансовыми возможностями, между тем временем, когда отключают свет, и временем зарядки. Всё это нужно учитывать, правильно всё это подключать, не забывать выключать автомат, когда вы включаете это устройство. И после выключения этого устройства только тогда включать автомат, чтобы у вас фаза с фазой не встретились, потому что будет ой-ой-ой, 380 вольт, и все ваши гаджеты могут вообще улететь на Луну вместе с этим инвертором. Поэтому нужно очень внимательно и аккуратно пользоваться, и не забывать, что в семье есть, к примеру, дети, старики, которые тоже могут случайно включить автомат. И там лучше повесить какой-нибудь замочек, чтобы кто-то случайно его не включил. Вы вышли, вынесли мусор, бах, кто-то пришёл, включил автомат, и хана бобику. Также хочу рассказать о животных. Поскольку вы знаете, что человек, например, не чувствует напряжения 12 вольт, я могу спокойно, смотри, чуть-чуть меня... Первый раз оно меня шарахнуло чуть-чуть только. А второй раз уже не шарахнуло. То есть можно взяться за плюс и за минус человеку. Это токовые провода. Человека убивает напряжение, а не, значит, ток. Но если вы, к примеру, коснётесь вот за ту, за вот ту вилку на выходе, или вот туда пальцы сунете, у вас, конечно, сильно трясанёт. И может привести к чрезвычайным последствиям, чего делать не нужно. Так вот, я хотел остановиться на животных. Животные ходят, и они могут нюхать все эти провода. А напряжение для животных 12 вольт опасное. Поэтому желательно, чтобы тут не шарились ни коты, ни собаки, ни всякие там разные попугаи не летали. Поэтому надо просто следить, чтобы животные сюда нос не совали. Вот, ну и дети также, чтобы не совали сюда свой нос. И как бы, ну ничего тут они не, это, вот оно работает. Я токового напряжения касаюсь, закорачиваю, ничего не происходит. Но это для человека. Вот, так же играет роль, если он там выпил, то тоже может что-нибудь куда-то сунуть. Ну, в общем, очень аккуратно нужно пользоваться с этими приборами. Также хочу вам рассказать, как запустить насос из колодца с помощью инвертора. Это, конечно, сделать можно, но я бы сказал, не совсем нужно. Насос или насосную станцию. Почему? Потому что у насоса, так же, как и у холодильника, большое, значит, потребление мощности около 500 ватт, а может даже и больше. И вы быстро посадите, значит, у холодильника кратковременное включение, и он потом переходит на мощность там около 100 ватт. А у насоса постоянное. Он будет держать ваши аккумуляторы все время в напряжении 11,5 вольта. И поэтому они быстро сядут, и могут выйти из строя быстро. Но как же быть? Вот в чрезвычайной ситуации, в чрезвычайной, если вам срочно нужна вода со шланга, вы подключаете инвертор к автомобилю и заводите автомобиль. И у вас идет подзарядка автомобиля, и будет работать скважина, насос. Ну, это, я думаю, можно сделать, можно делать, но в крайних ситуациях, неотложных ситуациях, если вам срочно нужна вода, вы сможете пользоваться, к примеру, насосом. Включили, попользовались, выключились, все. Ну, а для дальнейшего использования насоса, насосной станции, конечно же, вам надо покупать более дорогие аккумуляторы, типа литий-ионных, более дорогой инвертор. Но это уже будет колебаться в районе 10-20 тысяч гривен. Не так как бы мало. И из бюджета выделить не так все это просто. Также вам понадобится вот такое вот интеллектуальное зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов. В первом режиме оно заряжает аккумуляторы в режиме 6 ампер. Во втором режиме оно заряжает аккумуляторы в режиме 3 ампера. Это заряжать гелевые аккумуляторы на этом мотоциклете. И также вот этот режим последний, он восстанавливает аккумуляторы. То есть вы подключаете, нажимаете кнопку, и он стоит около суток, и там происходят специальные такие процессы, ну типа как вот химическое какое-то током и напряжением, значит аккумулятор восстанавливается. Типа как кальциевые аккумуляторы, вот они как-то там это могут восстанавливаться. В общем, хорошее интеллектуальное устройство. Ну стоит оно 500 тысяч гривен, но работает в автомате. Тут есть также кулер, зимой и летом он либо дует, либо не дует. Остужает данное устройство. Вот вы видите два инвертора. Один две тысячи ватт, другой тысячу ватт. Какие у них размеры? Ну мозгов больше. А так в принципе, ну, нутро корпус примерно одинаковый. Просто когда делали маленькие, от этого отпилили. Пять сантиметров. И сделали тысячу ватт. Вот. Ну и цены, соответственно, на них разные. Значит, также я хочу еще остановиться на бензиновом генераторе вместо инверторов, чтобы запитать дом. Стоит ли это делать, чтобы работал, к примеру, холодильник. Но вы просто откройте свой холодильник и посчитайте стоимость продуктов, которые лежат в холодильнике. И стоимость бензина 50 гривен за литр, который, значит, продается на заправках. Если у вас стоимость расхода топлива дороже, чем стоимость продуктов, лежащих в холодильнике, естественно, вам не нужно пользоваться этим холодильником, а на эти, в кавычках, бензиновые деньги поехать в магазин и купить свежих продуктов. Вот и все. На мой взгляд, бензиновым генератором, так же, как и использованием автомобиля в качестве генератора, можно пользоваться, но крайне редко. В экстренных ситуациях, если того требует ситуация. В каких-то ремонтных ситуациях или, в общем, экстренных. А так, на мой взгляд, бензиновыми генераторами можно пользоваться только в каких-то промышленных целях или же в медицинских каких-то целях, если срочно нужно включить какой-то прибор медицинский или еще. Или в средствах МЧС, там, вот, пользуются генераторами. Для дома же будет вонь от бензина, затрата, кучу денег на бензин, заправка, ремонт этого генератора китайского. А, как правило, они часто ломаются. Ну, или же, если не ломаются, то какие-то расходники нужно менять. На мой взгляд, если у вас позволяют лишние деньги, его можно иметь. Ну, можете даже ними пользоваться. Он может у вас круглосуточно работать. Вот, если у вас есть бензин, течет в трубах, как вода, пожалуйста. Но, пользоваться, если средний бюджет, то генератором крайне дорого. Так же, как и использованием автомобиля, к примеру, для работы холодильника. Стоимость продуктов обесценится. Стоимость затраченного бензина и амортизация, пока автомобиль работает на холостом ходу, будет значительно выше. Вы представьте, у вас в холодильнике стоит кефир, а вы включаете автомобиль на холостом ходу. И он у вас работает, и работает мотор на автомобиле. А мотор, ремонт мотора стоит очень дорого. Это тонна кефира. Поэтому, ребята, не используйте автомобиль в качестве генератора для работы холодильника. Нет никакого смысла. Вот, пожалуйста, недорогая система альтернативная, которую вы можете сами собрать и пользоваться. Пользуюсь я уже третий год этой системой. Ни разу она меня не подводила. Вот, выбрал самый хороший вот этот вот инвертор. На нем и сижу уже сколько времени. У меня все время есть свет. У меня все время заряжаются гаджеты. Я могу работать ноутбуком, я могу работать компьютером, смотреть телевизор. У меня работает циркуляционный насос. У меня также теперь, я узнал, что у меня может работать и холодильник на вот таком вот инверторе. То есть, свет есть. Можно иногда включать электроинструменты и что-то там подшаманить, подработать где-то. Ну, в ремонте, когда нету света. Также старым людям, вот у меня старый человек в доме, да, очень важен свет. Они теряются, когда нету света, не знают, куда в какие двери идти. Это крайне как бы важно. Поэтому всем рекомендую изучить этот вопрос, заняться этим вопросом. Значит, переходите по ссылке под видео, забирайте оставшиеся инверторы, и вы будете очень довольны. Все инверторы, которые я показал, они подойдут для вашего дома, но в ограниченных возможностях. Какие-то дадут только свет, какие-то дадут только зарядку гаджетов, какие-то дадут работу холодильника и всех электроинструментов. То есть, какие-то дадут работу, вот, например, этот будет работать циркуляционный насос и котел зимой, и все остальное, кроме холодильника. Поэтому нужно определиться с вашими целями, с вашими материальными возможностями, включая покупку не только инвертора, но и аккумуляторов. Также вот есть такой инвертор, который только что запустил у меня холодильник. 127 Ватт нагрузка холодильника, плюс горит свет. Сейчас уменьшим мощность. Вот, 119 Ватт мощность рабочего холодильника. Полторы тысячи Ватт, значит, инвертор и работает холодильник. Светит лампочка и гудит компрессор. Вы слышите, компрессор гудит. То есть, не каждый инвертор тянет холодильник. Вот этот с прямоугольной синусоидой, полторы тысячи Ватт тянет холодильник. Вот этот с прямоугольной синусоидой, две тысячи Ватт тянет холодильник. К примеру, вот этот инвертор с правильной синусоидой тысячи Ватт не тянет холодильник. То есть, разные нагрузки, разные качества исполнения. И поэтому так вот можно и определиться. Также зависит от самого холодильника. У кого-то они современные, у кого-то старые, у кого-то новые. И все эти, значит, параметры определить, будет ли работать у вас холодильник или нет. Можно только методом тестирования поставить, значит, инвертор и посмотреть, будет он работать или нет. Так что пробуйте, забирайте эти инверторы и все у вас будет хорошо.